Китайские эксперты изучили детали первого случая заражения вирусом ЗИКа в стране. По их мнению, он не представляет особой опасности. Пациент уже идет на поправку. Подробности далее. Первым пациентом, страдающим от лихорадки ЗИКа в Китае, стал 34-летний мужчина из уезда Ганьсянь, провинции Дяньси. Во время поездки в Венесуэлу в прошлом месяце он почувствовал симптомы ЗИКа – повышение температуры, головную боль, слабость. Это произошло 28 января, а 5 февраля мужчина вернулся в родной город, сделав остановки в Сянгане и Шэньчжэне. Образец крови от 6 февраля показал положительный результат, а 7 февраля он уже негативный. Зато образец мочи по-прежнему показывал заражение 7-го, как это обычно и происходит с вирусом ЗИКа. Заражение крови длится обычно 7 дней. Мы называем это состояние вирусимия. Затем вирус исчезает из крови по мере того, как начинается реакция иммунной системы. Но он остаётся дольше в других жидкостях, таких как моча и слюна. Врачи говорят, что общественности не стоит беспокоиться. Вирус не передаётся через обыкновенные человеческие контакты, поцелуи или пользование теми же столовыми приборами. «Что касается передачи вируса через жидкости тела человека, подтверждены только редкие случаи заражения после полового контакта. Нет доказательств того, что вирус передаётся через пищевой тракт». Эксперты заключили, что вирус ЗИКа пока не представляет особой опасности для Китая, так как в стране ещё не наступил сезон размножения комаров. Однако с потеплением, возможно, придётся предпринимать специальные меры защиты против насекомых, говорят врачи. «Этот случай был вызван укусом комара. Так что тем, кто находился вблизи пациента на самолёте, не нужно беспокоиться и проходить обследование. Всё, что нам нужно делать сейчас, это следить за количеством комаров». Сейчас против лихорадки ЗИКа не существуют ни вакцины, ни лекарства. С одной стороны, это связано с тем, что вспышки в Латинской Америке так и не доросли до полномасштабной эпидемии. С другой стороны, заражённые взрослые демонстрируют очень умеренные симптомы. «Вирус не угрожает их жизни», — отметил Ван Юй. Анна Санекевич, Систири.